утро ребята 8 часов иду на этот троицкий рынок надо шпателя куплю себе пару штук посмотрю что там кисточку мочалку куплю наверно хочу просто со своими шпателями пройтись по ездить все что не обдирается я обдеру мне это полчаса времени в это все было зашпаклёвано чем-то мне кажется питер напоминается такое ворота листья на купил сходил ведро покажу что купил спать или для чего такую кисточку мочальную кисточку палку трехметровую раздвигающуюся но по верхотуре когда лазер купил два шпателя какие кисти то мочала ну не знаю чего но из мочала что такое мочала я не знаю как она растет но это не сорга блин это что-то такое она так растет начала мы в нас нам жеки в уфе давали ой бля жеки в уфе давали очень много таких кисточек мы их перевязывали потом сами как хотели так короче но короче и мы этим мочала работали она очень удобно удобно ним когда допустим стену мочишь потом шпаклёвишь и так кисточкой раз 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 чтоб краев было не видно кто знает как это растет я не знаю что это камыш не камыш пахнет она специфически под свой запах имени мочала называют купил такие мочалки две штуки палку шпатили ведро для чтобы они краску разводили самое большое взял им все оставлю подарок чтобы не какими-то там палками нормальным инструментом палка разбивается три метра представьте ты метр семьдесят и палка три метра и ты руку поднимать тебя сразу пять метров высота стремянки достанешь куда угодно не может привязать шпатель мне можно привязать кисточку все можно смыть закидали то что говорим хорошо уже до все за шкурится ай тут все по это самое эти сколько сделано это еще стартовая еще будет финишная церковь все это финишом за все эти дыромахи какие все это было облуплено эти все трещины то это и рассказываешь это все облупленные тут дырки вот эти все по замазывали там там кого малыша но это надо будет зеленой краской как панели вот когда панели будете красить то есть трубы вот это все то что но кроме от этих ящиков а вот это покрасили уже да вот эту а сама дверь куда делается на улице куда забита ну это же когда снимали что забеление а в смысле чтобы это штырек вылезда на который но это не вы прям и краску феном подняли да там пока еще красится уже уже начало есть это тоже все тут вымыли да как я говорил тут мы ли да вот это а это шо а это наверно было в мусор на это соседской квартире лутку а двери то что-то ее наверное нету той лутки и не помню так а выше будете делать час я понял это уже видите как это стартом то есть финишем это на гладенько делается еще сырой финиш вот старт а потом идут сверху финишем вот это все поняли то есть все но окна я решил поменять завтра придет замерщик поэтому решил что наверно так будет лучше чем я буду старюки старючая мазюкать вот это все я думаю что так лучше он здесь и все это по это все потом замажется еще это мы берем вот они видели где делать надо завтра куплю еще материал тут такие огромные я выдолбал эти видите сколько какой слой был большие ошметки это все будут делать еще надо купить два мешка старта и мешок финиша окна все ребята поменяют там уже опять начали говорить живой то легко деньги даются легко уходят там кто-то пишет что там трещина надо капитально какой капитальный интересно спросить тех умников которые рассказывают о таких трещинах какой капитальный ремонт их спасет что туда свинец свинца туда нальют или шо или что могут сделать капитальный ремонт капитальный ремонт это замена труб окон и больше ничего вот вам капитальный ремонт а если дом допустим рушится и признается аварийным то только стягивать его скобами снаружи подъезде что ты с этой трещиной сделаешь только зашпаклюют и и все вот это мы сделаем а окна завтра придет замерчик они конечно огромные и поменяет у нас нету никакого же как то в тюрьму тебя там тебя штраф читан штрафа тебе наложить джек какой штраф у нас жека немал нас о с б 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 200-летний сметется, сводится. В любом случае будет лучше, чем это. Окна нормальные поставятся. Не те, которые не закрываются от слоя краски, а те, которые будут закрываться, покраситься все. Почему зеленый цвет? Потому что ты бежевый не перекроешь зеленый. Надо пять раз красить, чтобы закрыть зеленый. Это же не так просто перекрыть краску, которая годами красилась. Зеленый ты что, белым перекроешь? Нет. Поэтому берется в тон зеленый цвет, и так будет нормально, не будет облуклено, не будет трещин. Все это сделается. А как вы думаете? Вот и все. Вот вам ОСББ. Мне все равно, куда там деньги, те, кто там за ремонт. Никто тут не собирался делать ремонт. У нас дом не аварийный, чтобы тут спасать его. Ушли за... Извините, я в ЖЭКе в Уфе работал. Там такие трещины, что кулак залазил на 37-то трещина. Ничего. Мы маляры шпаклевали. Гиптом причем. Пишите. Кисточкой размыли. Трусы туда порвав, трусы снял, заткнув дырку. То есть сухра зашпаклевала сверху и пошли дальше. Работу за... Поэтому вот такое. Не знаю, зачем я это делаю. Я делаю для того, что... Зачем тебе это? О, пиаришься. Депутат, ты там идешь. Ну да. Я делаю для того, чтобы зайти в нормальный подъезд. Чего я должен? Где-то там в больнице делать. Где-то там кому-то тете, дяде. Непонятно кому. Непонятно каким путем выманить деньги. Я должен кому-то дать. А сам должен заходить в грязные подъезд с облупленными триперными стенами и с окнами, которые не закрываются. Семидесятилетними. Чего я должен это делать? Если бы соседи были против, мне бы сказали. Никто не против. Все люди закрыли двери, вышли дружно. Все понимают, что ремонт. Все рады. Никто с них денег не просит. Они сказали, что у нас и нет. Все. Поставили в известность у нового ОСББ. И все. А что мне еще надо делать? Должен отчитываться перед ОСББ, что я тут закрашу, что у меня лопухи висят или что. Я должен отчитываться, разрешение спрашивать. Я не хочу. Ну пусть сделают, когда идут, если должны делать. Я не хочу, чтобы на меня упал кусок плиты на голову. Это мое здоровье. Вот и все. Я делаю то, что считаю нужно. В первую очередь для себя. А то, что меня посрут, то я знаю. Когда было такое, чтобы сказали. Ой, там типа молодец. Ой, боже. Это детский сад я уже пережил. Все знают, что хорошими делами прославиться нельзя. Поэтому я и не стараюсь. Я просто хочу, чтобы нормально получилось, чтобы соседи остались довольны. В конце концов, в любом случае. Я не хочу, чтобы люди сказали. Ой, сейчас нормально. Сегодня я тоже вышел, взял два шпателя. Мы там вместе шпаклевали, вместе это на первом этаже. Потому что я хочу, чтобы было нормально сделано. Поэтому мы решили не красить окна. И вот тут ничего не делать. Вот они вот это сделают. А потом я вот это сам сделаю. Когда окна поменяют, я сделаю откусы. Ну или кого-то приглашу, чтобы сделали. Поэтому красить. Вот это пока делать ничего сказал не надо. Вот они до сих пор делают. И все. Потому что двери все равно разобьют. И окна разобьют. Эти откосы. Так еще ящики купить, поменять. На нормальные. Ну хотя эти. Так, аж мне надо краску, наверное, достать. Если ее поменять надо, да? На шпаклевку. Так, открыто. О, боже. Боже, шутся. Чух, 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 чух. Так. Где белая краска? Вот она, белая краска. Мне надо одно оставить на трубы. Вот вы гляньте, как тут. Боже, тут целый. Смотрите. Боже мой. Смотрите, какой подвал. А, глубокий такой. Вот вам старенько, ребята. Так строилось. Что тут еще целый. Целый склад. Боже мой. Тут, слушай, надо фильмы ужасов снимать. Такого сто лет не видел. Там еще дальше можно походить. Куда? Сюда, сюда. Там много, да, наверное? Я так понял, что мы тоже дома выйдем. Ого. Ну, там все коммуникации проходят, да. Подъезд прям с перилами сюда идет. А что это такое? Это. Павел, мамчик. Вот, как встать, где есть. Они использовали? Да. Ну, они сейчас стоят. А-а-а. Так, мне надо эту краску вынести. Вот эту. Оставить одну банку надо. А эту надо вынести на... Туда, в подъезду. Пусть будет в подъезде. А завтра ее поменяю на шпаклевку. Ну, потому что окна нахрена их делать, если есть смысл менять. Так, тут, конечно, было ужасно. Но тут на юмста они как стали шпателями. Здравствуйте. 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 Это уже хорошо. Там еще, знаешь, что там сверху есть немножко мусора надо убрать на третьем этаже. Там вот это вот я отлупил там большую. Вот это надо желательно убрать большое. Такой крупный мусор. Что вы робите? Ну, хоть чуть-чуть, послышь, оторвалось у меня. Мы начали тут. Что такое? А это этот провод. Так я уже тихонько... Видишь, что на торговле... Надо его это самое вам натянуть назад. Да, как-то натянуть. Хотелось помнить, может, Сережа придет, затянет. А это... Я же древний смогу, я не могу его порвать. Ну, конечно. Да, да. А что это за шнур? Телефон чи что? Наверное. А вдруг это электричество? Да, не, понял. О, это звонок. А звонок же у меня на батарею идет. Ну, да. Что я себе осознаю? А мы же еще не знаем, что это за страшные провода все. Вот тут сколько проводов, вот это что это? И вот это... Это так. Проводили, подожди. И телевидение, потом какие-то тарелки. Потом проводили... Ну, куда это? Но такого же не должно быть. Оно должно быть в каких-то шкафахах. Это должно было быть. Это когда ставили, надо было сразу мастерам говорить, чтобы они делали это грамотно. Они навесили, ну кто теперь это будет? Ну, это все. Никто. Никто. Это касаться нельзя. Если на то пошло. Какое мы имеем право касаться вообще? Ну, так оно смотрите, что это? Целый сгусток проводов на двери. Что это такое? Понять не могу, что это такое. Честно, я в заблуждении, что это за провода. Что это такое? Что это за провод? Интернет. Ну, так и будет уже. А как оно должно быть? А вот это снять эти трубы? Какое мы имеем право их снимать? Во-первых, они будут, если даже бы делать отопление, если бы там, так они должны остаться, может что-то нарастить. Да, если делать отопление, то надо пробивать все заново и новые трубы все везде. Конечно, конечно. Ну, убирать, да. Потом скажут, убрали. Не будет паутина, не будет пылядей. Самое главное. Не, ну, в любом случае, будет лучше, чем было. Как это же будет покраситься? Конечно. Все покрасится. Окна буду менять, не будем красить. Их решили, что не будем не красить, ничего, менять. Великий мой, они же не успеют эти окна поставить до холода. Через неделю они будут готовы, а потом поставят. Неделю делает завод окна. Завтра придет замерщик, и неделю делают окна. Только сделают... Конечно. Какой смысл, как раз? Никакого, я уже сказал, не надо. Так вы же делаете завод, потому что откосы, откосы... Откосы-то уже я сам сделаю. Да, да. Они поставят, поменяют, а потом откосы мы сделаем. Что, если он может, что ты взялся, я не знаю. Ничего, ну а так, а что делать? Ладно, теперь тебе не будет помнить. Ага. Вот туда, вот туда, где столевары у вас, вот там вот с балкона. Нет. Третьего посредине туда. Только, чтобы шею не убирать. Комедия, да. Вот тут вот мусор высоко, вот здесь. Господи. Так, шо-таки дело, ребята. Соседи рады, самое главное. Это хоть помыли окна, они же почистили окна. Тут паутина была. Тут же этих окон было не видно. Тут же было черное все. Все такой паутиной. Так. Так. Как... Так.